Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Почему вы пригласили, готовя это шоу, человека, который уже 7 лет не работал, с которым вы когда-то сотрудничали, Мирей? Что она вам давала? И еще один вопрос. Субтитры делал DimaTorzok Да, конечно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Странно, во Франции совсем не осталось интересных мужчин. Вы можете как-то это рассказать? Очень интересно. Я не помню фильм наизусть, но это, наверное, что-то спонтанное такое было. Я уже не помню об этом эпизоде. Что больше нет интересных людей во Франции. Интересно. 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 образ он придумать. Киркоров, сейчас договорюсь. Да, коллеги, переключите, пожалуйста, канал и, Жан-Поль, повторите, пожалуйста. Нет, я только петь не буду. Конечно, мне это понравилось, но столько креативности в мезосценных, много потрясающих. Это очень волнующее зрелище. И мне бы с удовольствием принял бы участие даже в каких-то мезосценных постановке номера. Но петь я не буду, потому что я пою очень плохо. Вот я никогда не буду представлять себя как певца на сцене. Проведение, да, давайте. Третий ряд, пожалуйста, молодой человеку тянет руку. Здравствуйте, Станислав Новос, меня зовут и представляет телеканал Муз-ТВ. Два коротких вопроса. После ухода из своего модного дома планируете ли вы работу с западными артистами в качестве дизайнера? Если да, то с кем? И второй вопрос. Кого из российских артистов вы знаете? Кому из них хотели бы создать особенный наряд? Возможно, таковы имеются. Спасибо. Да, проекты сотрудничества, они существуют, они есть. У меня есть, меня это очень интересует. Даже, может быть, работать, почему бы, собственно, нет. Разрабатывать костюмы для российских фильмов, для русских режиссеров. Я думаю, не знаю, а мне помогут, как называется этот фильм. Есть фильм, который мне показался фантастический. Это черно-белый фильм. Мне кажется, там статичный. Трудно быть богом. Это невероятный фильм. Он был с сумасшедшей кремативности. У меня было великолепное впечатление. Конечно, мне было бы очень хотелось поработать с различными направлениями. Мода, кино, спектакли. Что касается музыкантов, одевать музыкантов, есть такая Ольга Бузова. Да, 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 я с ней познакомилась. Что значит ваша ООО Ольга Бузова? Да, да, я знаю, что кто-то ее любит, кто-то ее любит меньше. Это очень хорошо, что у всех есть своя позиция, четкая позиция, что нам делают предложения, что я вижу, что меня очень привлекают картинки. Я вижу, что это моя русская коллекция, русский конструктивизм. Вот эти фотографии, как бы такие братья из кожи. И русские буквы кириллицы напишены по-русски. Да, это было бы забавно. Вы видите, что я люблю, это энтузиазм, который я ощущаю, который я чувствую одновременно и в актерах, и в русских дизайнерах, творческих людях. И это заразно, когда ты работаешь с людьми столь страстными. Это очень страстно. Давайте, да, РИА новости, уже нет. Есть вопрос? Да, пожалуйста. Почему это шоу? Почему? Как это происходит? Русская публика голосует за того, кто будет представить Россию? Или это выбирает спец... Да, Ольгу. Да, пожалуйста. Мы уже, в принципе, спросили. Вы объявили о завершении, что больше не будете делать шоу. А чем вы планируете заняться, ну, не костюм, а артистом? Чем вы собираетесь заниматься? Вы молодой, энергичный. И как вы вообще любите отдыхать? Ну, чем занимаетесь, кроме моды? Я работаю, я работаю во время каникул. Даже если это не видно, я работаю на солнце, я работаю в воде, но я все время думаю, постоянно думаю, я разрабатываю что-то новое, у меня какие-то новые идеи, я смотрю, я вижу. Это дает мне идеи, это некий такой механизм одновременно визуальный и, можно сказать, креативный, который постоянно работает. Мне было бы очень скучно, если бы я не работала. Иногда, что меня забавляет, ну, скажем, что меня приводит в отчаяние. Скорее, это то, что сегодня во Франции проходят манифестации учащихся лицеев, которые выступают за пенсию, они еще не работают. Мы не знаем, будут ли они впоследствии работать, они уже думают о пенсии. Это менталитет, который мне немножко трудно понять. Если вы хотите, я знаю, я всегда знал, что даже если в какой-то момент мне придется остановиться, я всегда смогу рисовать для себя, мне всегда будет чем заняться. Но что-то более активное я предпочитаю, чтобы были контакты, что позволяет мне какие-то новые истории, новые авантюры, новые приключения. Это источник жизни, энергии, небольшие изменения. И вот теперь у меня есть фэшн-фрик в шоу. Здесь мы будем путешествовать вместе с нашим шоу. Это прекрасный проект, который мне хотелось бы, чтобы он рос, развивался, расширялся, чтобы он рос во всех направлениях. Я могу вам сказать уже сейчас, что шоу начнется в январе 2021 года в Германии. Это будет Берлин, много городов. Затем мы поедем в Австрию, потом в Японию, в Китай, в Корею. Американские продукции, американский вариант будет создан, это будет монтировано там. Это будет кастинг, это для американцев. Будет показ в Мадриде. В Мадриде мы будем делать кастинг в Испании осенью. Премьера в ноябре 2021 года. То есть Жан-Поль работает постоянно. Я подтверждаю, нет ни одного дня, когда бы мы не общались, не обменивались, когда бы у него не появлялись какие-то новые идеи, какие-то творческие идеи. То есть дела у нас на 5-7 ближайших лет хватает. Да, давайте дадим третий ряд. Вероника Милославская, журнал «Народное образование». Господин Готье, вас уже сейчас называют великим реформатором моды. Но когда вы начинали в конце 70-х, вот вы сами только что сказали, что вы не предполагали, как вы повлияете на мир. Вы просто творили в соответствии со своим вкусом, со своими взглядами. Но вот прошло 40 лет, и мы видим, что вы повлияли не только на моду, но и на мировоззрение людей, на внутреннюю свободу, на освобождение от каких-то оков. Если бы у вас сейчас была возможность повлиять не только на мир моды, но на мир вообще, какие бы несовершенства мира вы исправили? Вдруг через 40 лет мир станет таким, каким вы сейчас нам расскажете. Спасибо большое за вопрос, Даня. Час пошел. Я не знаю, смогу ли я предвидеть на ближайшие 40 лет. Я могу сказать, что в настоящий момент я скажу, что когда мы говорим «мода будущего», это невозможно знать, потому что столько всего, потому что «мода» — это способ жизни. То, что происходит в жизни, это отражение общества, и скорее отражение общества. Можно подумать, можно представить, вообразить себе, что может быть через 20-30 лет. И при этом, я не знаю, мы можем ли какие-то даты зафиксированы сказать. Есть уже фильмы, которые были сняты 10 лет назад, и показывают, что будет сегодня. Я не знаю, что будет сегодня, что будет сегодня, когда мы говорим о том, что мы говорим о том, «моде», создавая коллекции. Моя последняя коллекция — это коллекция, которая посвящена переработке вещества. У нас немножко слишком много всего. Я не говорю это в негативном смысле, но это как бы я констатирую. Я не сужу, но я констатирую. У нас так много информации, много информации, много одежды. Есть такое количество одежды, чем мы сможем её сносить. Даже есть некоторые марки, которые сжигают свою одежду. Что касается меня, что я уже занимался переработкой одежды, начиная с самых первых моих коллекций, когда я начинал без денег, я начинал без средств. Я работал с тем, что уже существовало, что имелось. Я трансформировал, преобразовал, обновлял, воссоздавал, брал какие-то элементы. Может быть, военная защитная ткань, что-то из военных, что-то из других элементов. То есть я привык. Моя последняя коллекция — это как раз переработка именно старой вышивки. И мне нравится так работать. Я беру что-то старое и вставляю её в свою коллекцию. В моей семье мне рассказывали истории, что случалось во время войны, когда моя мама брала брюки моего отца, которые были немножко изношены, и сшила себе юбку. И мне очень нравилась эта идея, когда иногда вы берёте это совершенно нормально, воссоздавать что-то. То же самое вы делаете с домами, вы их реставрируете, вы их обновляете. То есть и таким образом продолжается жизнь. Я обожаю идею переработки. Не знаю, ответил я на ваш вопрос. Но, скажем так, что пока я думаю, что это тот момент, когда переработка, которой я занимался с самых первых своих показов, она имеет место быть. И она очень справедливая. И, в конце концов, я соответствую времени. Я на гребне. То есть, ну, скажем, что в моде, что есть справедливо, что несправедливо в моде. Но что продолжается? В конце концов, мы не пророки, мы не настоящие творцы. Мы просто люди, которые чувствуем то, что существует. Потому что все служат. То же самое в еде шеф-повара делают то, что нам хочется кушать именно сегодня, именно сейчас, и мы следим за эволюцией жизни. Мы просто отражение жизни. Я не знаю, может быть, я являюсь отражением жизни. То, чем мы все хотим быть. Потому что изначально мы все хамелеоны. Но мне нечего исправить. Я очень доволен миром. Я очень доволен тем миром, который меня окружает. И даже если есть какие-то вещи, есть что-то негативное, что заставляет нам ценить больше то, что у нас есть, мы можем оценить позитив по отношению, по сравнению с негативом. Даже в каждой негативной ситуации, в каждой негативной вещи есть решение, которое мы можем извлечь, найти, своего рода возрождение которое мы можем сделать по сравнению с негативом я считаю что вот что происходит нам не мы создаем этот мир нужно ценить этот мир и смотреть на этот мир видит то что мне самок всегда моя тенденция это всегда наполовину полный стакан меня зовут мария я дизайнера и основатель марки и у меня такой вопрос немножко про процесс вы из франции и меня очень интересует любите ли вы вино и если да то повлияло ли она как-то на ваше творчество есть ли у вас дома винный погреб да конечно совершенно нет наши очень мало пью в какой-то момент это были апельсиновый сок свежевыжатый это на меня повлияло может быть грозди винограда да повлияли но вино оно может стать несколько позитивным когда вы немножко берем очень мне нравится водка джентоник мне нравится к компари к компари секс он же бич это особенно именно название только мне нравится мне есть такие французские вещи которые на меня повлияли в вашем вопросе что касается французских вещей дамы все воспитаны так же как и вы в ваших творчестве нас питает воспитывает на ваше русское воспитание конечно же есть что выступает и благодаря этому вы структурируетесь как ментально но у нас вас есть свобода который позволяет вам идти дальше развиваться есть повседневный контакт который позволяет вам развиваться что касается французского наследия но конечно же на меня всегда влияло старые фильмы на меня очень повлияли но также реакции иногда это очень хорошо иногда есть вещи которые вам нравится меньше и заставляет вам смотреть на что-то другое но когда я начинал в моде на меня больше повлияло англии и лондон где было больше движения где было какое-то восстание молодежи во франции они зануды а в то время фрик это было не шик в то время жан поле их хотелось хотел спросить по по поводу шоу именно завтрашнего формата насколько знаю вы будете присутствовать завтра на шоу какое ваше участие вы принимаете участие на сцене сидите в зале руководите за кулисами пожалуйста и вторая часть вопроса насколько я знаю есть видеоряд песни танцы но есть интерактивная часть когда зрители приглашают на сцену вот расскажите пожалуйста больше более подробно об этой части ну же по первому вопросу я буду и в зале я буду смотреть за кулисами чтобы проверять на сцене визуально представлять что-то через видео конечно и на сцене чтобы поприветствовать публику и все то есть я буду все видеть я смогу видеть и зала глобально ведь конечно не все одновременно но каждый раз контролирует все и вторая часть вопроса что касается интерактивно аспекта ну я не могу сейчас раскрыть что будет какое-то участие ну я думаю это было забавно это проходит это не всегда происходит как в париже в петербурге это было не так даже была сюрприз реакция российской публики что это совершенно уникальная публика в этом плане совершенно невероятно в том что касается спонтанного такой энтузиазма но я не хочу раскрывать пока все свои карты я поздравляю тех кто купил билеты в первый ряд возможно будет смотреть шоу самим жан полем гатья да коллеги давайте вот девушки в эту часть задим вопрос дужор жан пола мясси пурдет ревеню ничего что на французском здравствуйте жан пол спасибо я знаю что это известно уже пятый раз вы находитесь в россии вы уже заметили отличие между стилем француженок и российских женщин мне кажется возможно есть какие-то отличие которые вы видите в первый раз пево время первых посещений когда увидел но должен сказать что сейчас мода она это международная мода теперь просто есть некие персонажи которые мы видим только в россии и здесь например и это тем лучше это самое лучшее этого замечательно есть просто люди которые у разных стилей посмотрите даже сидящий здесь зале у людей совершенно разный лук по разному выглядят это можно и международное и в то же время если вы внимательнее посмотрите вы увидите что именно это все-таки русский когда вы знаете откуда этот человек да скорее это что-то объяснять его облике мне кажется это очень хорошо потому что есть какая-то эволюция более так сказать модная но при этом остается что-то в начале уже красота русского народа которые известны физическом плане красота я не говорю не о духовной красоте ну а физической красоте это уже само по себе у которым не обладает это шанс у которого многие страны не обладают